Сегодня ученики одной из химкинских школ прошли специальное тестирование. В лицее номер 21 микрорайона Сходня старшеклассники отвечали на вопросы, а специалисты оценивали, какова вероятность, что эти ребята употребляют наркотики. И хотя школьники проходили опрос в электронном виде, компьютер никому обмануть не удалось. Чего боялись учащиеся и были ли отказавшиеся от теста, расскажет Ирина Веремеенко. Все это направлено только для того, чтобы вы у нас были здоровы. Перед тестированием небольшой инструктаж от завуча школы. Ведь впервые учащиеся проходят психологический опрос не письменно, а в электронном виде за компьютером. Впрочем, главное в мероприятии – это позитивный настрой и желание отвечать на вопросы правдиво. Вопросов на тестирование 60. Напрямую спрашивать школьника про употребление наркотиков никто не собирается. Задача опросника – выяснить психологическое и моральное состояние ребенка, которые в той или иной степени могут подтолкнуть попробовать запрещенные вещества. В финале всех ждал сюрприз. Компьютер просил пройти тестирование повторно, даже не раз. Так иногда и выявляются невысказанные мысли и спрятанные страхи. Больше мне запомнились, наверное, вопросы о семье. Какие взаимоотношения и часто ли происходят ссоры. Первый раз я ответил, что ссор вообще не было в семье, а второй раз написал, что иногда бывает. Впрочем, все ребята сказали, что такие опросы уже не пугают. По результатам обычно с ними доверительно общаются учителя. И среди учеников лицея не выявлено ни одного наркомана. А как можно человека наркоманом вообще лечить? У меня адекватное поведение. Ну да, а поведение нам надо. Думаю, это только анализ крови или что-то вроде. Через несколько недель в школу приедет нарколог. И старшеклассники будут проходить уже медицинское обследование. Сдавать анализы на выявление психотропных веществ. Такое тестирование – дело добровольное. Среди учеников отказавшихся почти не бывает. А вот родители наоборот – опасаются лишний раз подвергать ребенка стрессу. Мы выходим всегда на собрание родительское, приглашаем участкового, приглашаем врачей, которые разъясняют. Подготовили, естественно, презентацию, с которой выступаем. И даже те родители, которые изначально не согласны, они соглашаются на то, чтобы протестировать детей на наркотики. Этот тест поможет выявить не только ребенка, который уже пробовал наркотики, но и того, кто предрасположен к употреблению, а иногда и просто не понимает, что сделал. Ведь психотропные вещества могут быть закамуфлированы под сигарету, напиток или кальян. И об этом все время напоминают школьникам-учителям. Ирина Веременько, Дмитрий Алексеев, Служба новостей.